22 ноября 2022 года Татнефть организовала шестой слёт победителей и призёров Олимпиад. Слёт проходил в интерактивном научно-познавательном центре Альметрика. Хай, ребята, с вами Супергирчик, и сейчас я буду вести репортаж от первого лица с места событий. Когда мы вошли в Альметрику, нашу группу сразу повели в синюю лабораторию, где нас и встречает профессор Николя. Профессор Николя – известный телеведущий, также блогер. Он родом из города Долгопрудный и интересуется естественными науками. Ведёт передачу «Сумасшедший профессор Николя», а также есть канал на ютубе. Основной формат его выступлений – «Эдютейтмен», то есть игровое обучение. Да, ну уже довольно давно, более 14 лет, я занимаюсь популяризацией науки в виде научных экспериментов. Потому что, согласитесь, одно дело просто что-то послушать, узнать, а другое дело увидеть наглядную демонстрацию. Хорошо, а из какого газа можно сделать лёд? Сухой лёд, углекислый газ. Сухой лёд, углекислый газ, верно. Какую он имеет температуру? Я-то не знаю. Кто знает? 76. Не-не-не, это вы с жидким азотом начинаете путать. Сухой лёд, он бывает разного вида, бывает в брусках, бывает в гранулах. В гранулах они тоже бывают разного размера, в данном случае это такие вот небольшие цилиндры. Если на него подуть, да, видно, что он сразу начинает, вот такой пар от него идёт, испаряться. Более того, если мы его оставим здесь на определённое время, то что с ним произойдёт? Испариться, да, его не будет. В отличие от воды, конечно же, он не переходит в состояние жидкости, а сразу переходит в газообразное. Как называется процесс перехода из твёрдого в газообразное, минуя жидкость? Сублимация, верно. Все знают, что это сублимация, кто знает? Ага, а кто? Нет? Ну вот, теперь знаете. Здорово! В газ и пар. Давайте посмотрим, проведём эксперимент. Я взял здесь, набрал из-под крана прекрасную чистейшую горячую воду. Да. Ну, главное, что она горячая, а так вроде бы смотрится уже более чисто. Замечательно. Будем считать, предположим, что это прозрачная вода. Самое главное, что она очень и очень тёплая. Теперь, внимание, беру и добавлю в нашу колбу с тёплой водой сухой лёд. Ага, прекрасно. Посмотрите, сухой лёд, вот он на дне нашей колбы. Видно, что из него поднимаются пузырики нашего газа и вместе с паром опускается. Получается такой вот красивый гейзер. Кстати, как долго будет длиться этот процесс? Пока что не произойдёт? Пока весь. Либо весь наш лёд не перейдёт в газообразное состояние, либо какое может быть второе условие? Тепловое равновесие. Да, то есть вода может очень сильно остыть. Остыть. И процесс также остановится. Более того, если добавить очень много сухого льда, то настолько сильно гладится вода, что вокруг нашего сухого льда образуется уже настоящий обычный лёд. Такая вот капсула. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Айгис. Айгис. А меня Николай Липа, как меня называют дети и некоторые любители выливать мне на голову стаканы с водой, профессор Николя. Итак, что же мы будем делать? Конечно же, я не дам просто так стакан и не скажу, эх, выливай-ка мне на голову. Мы проведём эксперимент. Итак, возьмём два стакана. Они специально прозрачные, чтобы было лучше видно наши манипуляции. Раз и два. Угу. Так, теперь я беру специальный белый порошок. Что это за порошок? Я пока не скажу. Но скажу обязательно после эксперимента. Но скажу сразу, что это не соль, не мука, не крахмал, не стиральный порошок, не сота. Я думаю, что вы не догадаетесь. Если кто-то знает, молчите. Итак, добавлю внутрь стаканчика две ложки порошка. Итак. Одна и две. Угу, прекрасно. Теперь второй стакан. Да, ну, белый порошок. Потом скажу, что это. Добавлю воду. Вот так. Так, теперь, чтобы эксперимент на самом деле получился, потому что я, конечно, люблю эксперименты, но не люблю, когда нечто мокрое оказывается на голове. Нужно действовать строго по инструкции. По моей команде нужно будет взять быстро, вылить воду сюда, досчитать до пяти. Один, два, три, четыре, пять. И потом вылезть мне на голову. Да? Готовы? Надеюсь, наука не подведет. И, да, выливаем. И считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Прошу. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично. Так, ну что же, теперь предположи, во что же превратилась наша вода. В желе, в гель. Можно прямо потрогать его. Угу. Теплый гель. И теперь, спасибо большое, можно присаживаться. Как вы думаете, что же это за порошок? Давайте, предположите. Гидрогель. Да, это суперабсорбент. Вещество, которое обладает свойством впитывать в себя воду. Причем во много раз больше превышающую массу. И называется он полиакрилат натрия. Используется в том числе для создания гидрогеля, искусственного снега. Но конкретно этот порошок, как вы думаете, где он используется в быту? В подгузниках. Да, в детских подгузниках, конечно. Только не спрашивайте, откуда у меня целый пакет порошка из детских подгузников. Это мой профессиональный секрет. Я взял с собой колбу и добавим в нее немного воды. Заодно и проверим, какая это жидкость. Какого сейчас она цвета? Оранжевая. Ну, условно прозрачная, условно бесцветная. Ну, с таким легким оттенком. Ну, так, кстати, не особо видно. Чуть-чуть желтизны. Хорошо. Будем считать, что она прозрачная. Теперь я взял с собой индикатор. Бромтимоловый синий. Знаете такой? Бромтимоловый синий. Кто знает? Вы. Да? Прекрасно. Какой будет цвет у нашей жидкости, если добавить внутрь бромтимоловый синий? Синий. 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 Конечно же, цвет тоже, он имеет разные оттенки в зависимости от того, что это за жидкость, какая она. Там, щелочная, кислотная и так далее. Вопрос. Если теперь добавить внутрь немного сухого льда, что будет с нашей жидкостью? Какая она станет? Более? Ну, она станет какая? Углекислый газ, да? Какой она станет? Кислая среда. Кислая, да? Конечно же, среда станет более кислой. И наш индикатор, какого он станет цвета? Ну, предположите. Розовый. Кто за розовый? Угу. Так. Кто за какой? За голубой. Угу. Прекрасно. Кто не за розовый и не за голубой? Так. Хорошо. Ну что же, есть три варианта. Розовый, голубой и не розовый и не голубой. Давайте посмотрим, кто же прав. Проверите свою интуицию или знание. Итак, беру наш сухой лед и добавляю внутрь. И смотрите. Получился какой цвет? Желтый. Наш индикатор в кислой среде становится такой вот красивый желтый. Но, конечно же, это еще не все, потому что я взял с собой щелочь. Щелочь гидроксид натрия. Слышали о такой щелочи? Да. Ну, конечно, да, самая такая популярная. Так, как вы думаете, какой цвет примет наш индикатор, если добавить внутрь гидроксид натрия? Розовый. Кто за розовый? Хорошо. Кто не за розовый? Итак, у нас есть два варианта. Розовый и не розовый. Давайте посмотрим, кто же прав. Итак, внимание. Давай. Угу. И получился не просто синий, а прекрасный синий цвет. Да, очень красивый. Кстати, интересно, если добавлять снова сухой лед, делать в среду более кислый, цвет снова будет желтый, потом щелочь синий и так далее, и так далее. Класс? Да. Класс. Да, очень здорово. Заслуживает аплодисменты. Ну, что же. А теперь, внимание, следующий вопрос. Пакет полиэтиленовый, довольно высокий, точно выше меня, ну, где-то сколько здесь? Метра два с чем-то. Верно? Сколько раз нужно подуть внутрь этого пакета, чтобы он полностью надулся? Один раз. Молодец какой. Так, один раз, кто знает, не подсказывает. Есть варианты не один раз? Да. Сколько? Пять раз. Прекрасно. Прошу. Прошу. И прошу. Как тебя зовут? Ильяс. Ильяс? Ильяс. Ильяс. Так, держи. Так, внутри у нас воздуха нет, он абсолютно пустой. Угу. И подуй внутрь пять раз. Давай расправим хорошенько. С этой стороны нужно закрыть, да, чтобы воздух не выходил, а то это будет странно. Правда, он дует, а воздух выходит пять раз. И мы посмотрим, сколько воздуха за пять раз. Да. Один, два, три, четыре, пять. Закрываем. Так, хорошо. Неплохо, кстати. Теперь простая арифметика. Если это за пять раз, сколько раз нужно всего подуть внутрь пакета, чтобы он полностью надулся? Ну да, пять, 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 двадцать пять, тридцать. Угу. Один раз. Кто говорил один раз? Да? Так, секундочку, как тебя зовут? Тагир. Тагир? Да. Прекрасно. Так, держи пакет. Закрываем. И один раз. Угу. И закрываем сразу. Браво! Аплодисменты! Прекрасно. Ну что, я думаю, что прекрасно получится объяснить, почему же так происходит. Это происходит из-за закона Бернули. Когда мы дуем издалека, то получается, что воздух, который находится рядом, он захватывается потоком из нашего рта. И получается, заходит не только воздух из наших четких, но и из окружающей среды. Да, все верно. Все дело в том, что когда ты дул пакет, внутрь заходил только тот воздух, который был где? В легких. Если дуть с расстояния, возникает область пониженного давления. По сути, такая воронка, которая захватывает воздух не только из легких, но еще часть окружающего. И это достаточно, чтобы весь пакет надулся за один раз. Давайте поаплодируем моим помощникам. Спасибо большое. Так, ну что же, здесь все довольно просто. Эта дуга, какого она цвета? Красная. Красная. Эта дуга какого цвета? Желтая. Желтая. А теперь смотрите внимательно. Какая из них кажется длиннее? Красная. А сейчас? Они одинаковые. Да, они, конечно же, абсолютно одинаковые. Но почему та дуга, которая находится внизу, кажется длиннее? Кто мне объяснит? Мне нужно объяснение этой оптической иллюзии. Потому что... Да, кто-то бывает говорит, что я показываю их на разном расстоянии к вам. Это, конечно же, не так. Кто говорит радиус? Что происходит с ними? Ну, посмотрите. Конечно же, они, во-первых, какую имеют форму? Дуги. Дуги. Если бы это были два прямоугольника одинаковой длины, был бы такой эффект? Нет. Нет. Но здесь что получается? У нас есть две дуги. У каждой из этих дуг есть какие стороны? Своя длина. Внешняя и внутренняя. Одинаковые ли они? Нет. Нет. Получается, что мы прикладываем короткую сторону одной дуги к более длинной другой дуги. Если бы мы их сравнили, например, двумя внутренними и либо внешними, то вы бы убедились в том, что они абсолютно какие? Одинаковые. Одинаковые, да. И можно просто их сложить друг с дружкой. Где это явление можно встретить в жизни? В вашей школе, возле школы. Где спортсмены тренируются? На беговых дорожках. На беговых дорожках, на стадионе. Обратите внимание, возможно, вы это видели и спрашивали себя, почему так происходит. Когда идут соревнования по бегу, то спортсмены стартуют не на одной линии. Обращали внимание? Да. Там всегда есть отступ. Там один спортсмен стартует здесь, другой здесь, третий здесь. А финиш всегда идет на одной линии. Это как раз нужно для того, чтобы компенсировать вот эту разницу длины. Чтобы они в итоге бежали одно и то же расстояние. Да? Да. Прекрасно. Кстати, а кто из вас верит в то, что существуют невидимые чернила? Угу, угу, угу. Да, прошу. Прошу, прошу. Прекрасно. Как тебя зовут? Ксюша. Ксения. Прекрасно. Какого цвета мой халат? Белый. Белый. А твоя рубашка? Или это не рубашка? Блоская. Белая. Превосходно. И ты веришь в то, что существуют исчезающие невидимые чернила. И это очень и очень хорошо. Потому что я как раз взял с собой флакончик таких чернил. Я, конечно же, как настоящий экспериментатор сначала продемонстрирую это свойство на себе. А потом на тебе. Да? Все очень просто и абсолютно безобидно. Итак, я беру этот флакончик и аккуратно брызгаю вот так на халат. И ты, и вы ничего не видите, верно? Хорошо. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Это тоже индикатор. Я возьму трубую колбу вот с таким вот носиком. Добавлю также внутрь воду тоже небольшой объем сухого льда. И на этот раз закрою сверху пробкой. Вот. Поток также вместе с углекислым газом. Теперь смотрите, снова побрызгаю на другую часть одежды. И направлю этот поток на свой халат. Что происходит? Наш индикатор взаимодействует с углекислым газом. И довольно быстро что? Обесцвечивается. Да? Пятно исчезло. Ну что, пробуем? Давай на рукаве. Обожаю это делать. Итак, внимание. Беру и на прекрасный. Так. Ну что? И теперь воздействуем. И... Цвет исчез. Остались только влажные пятна, которые скоро естественным образом высыпут. Ну что же, аплодисменты моей бесстрашной помощнице. Кстати, кто-нибудь знает, как называется индикатор, который имеет изначально синий цвет, но взаимодействует с воздухом, в том числе с углекислым газом, обесцвечивается? Никто не знает. Тимолфтлин. Тут смесь. Раствор тимолфтлина и гидроксидный натрий. Тимолфтлин. Если взять, наполнить эту банку водой, а затем наклонить, что получится? Вода станет. Ну, очевидно, вода будет выливаться через множество маленьких отверстий. Здесь все просто. Теперь давайте немножко усложним задачу. Я снова возьму банку, наполню эту банку водой, возьму заламинированную, чтобы она не промокла, карточку, и накрою сверху. А затем переверну. Вопрос первый. Если теперь эту карточку убрать, что будет с ней? Вернее, не убрать, если я уберу руку, что будет с карточкой? Останется. Да, за счет чего она привипла. Давление. Какое давление? Одинаковое давление. Воды? Точно поверхностное натяжение воды? Точно поверхностное натяжение воды держит карточку? Давление. Давление чего, друзья? Внутри колбы. Точно? А разве не воздушное давление? Воздушное давление удерживает за счет того, что... Да, да, да. Да, удерживает карточку. Ну, что будет сейчас, если я уберу эту карточку? Поверхностное натяжение будет держать воду. Вода не выливается. И вот здесь как раз, сейчас я к вам подойду, за счет свойства поверхностного натяжения воды, за счет того, что размер ячеек не очень большой, образовалась водная пленка. Самое главное, что не наклонять руку, чтобы была поверхность параллельна полу. И тогда, обратите внимание, давление у нас идет, распределяется равномерно, и вода не выливается. Но стоит только, немножко, эту банку наклонить, как? Да, вода сразу выливается. В принципе, для этого эксперимента карточка не нужна. Можно просто взять эту банку, наклонить ее, перевернуть. Теперь вода не льется. Немножко наклонить, льется. Не льется, льется, не льется. То есть все дело, конечно же, в чем? В равномерном распределении давления и поверхностном натяжении воды. Вопрос. А если бы размер этих ячеек был бы больше, получился бы эксперимент? Нет. Ну, немножко больше, да. То есть можно посчитать максимальный размер ячейки, при котором данный опыт получается. Если она будет очень большой, то, конечно же, никакая сила поверхностного натяжения не справится. Посмотрите сами и потом передавайте другим. Так, чтобы постепенно каждую видео. Держите. Прямо берите, посмотрите и передавайте. Так, и я включу фонарик. Можно посмотреть на фонарик в этих очках. Заодно можно вспомнить, как распределяются цвета радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и... Виолетовый. Виолетовый. Красиво. Все верно. Как называется эксперимент, который провел Исаак Ньютон, когда взял призму и разложил пучок белого света? Дисперсия? Конечно. Все верно. Хорошо. Так, ну что же. Друзья, кто из вас когда-нибудь слышал о таком веществе, как альгинат натрия? Альгинат натрия. Нет. Хорошо. Альгинатная маска. Девушки, вы наверняка слышали. Это из косметологии. Делают маски из альгината. По сути, это водоросли. Далее добавить его в раствор хлорида кальция. Кто знает, для чего используется хлорид кальция? Ну, он используется в продуктах, чтобы они дольше сохранялись. Ну что же. Я продемонстрирую, как при помощи 2% раствора альгината натрия и при помощи хлорида кальция приготовить необычную структуру и вещество, которое некоторые называют полимерными червяками. Ну что, коллега, ты готов? Прекрасно. Тогда приступаем к процессу приготовления. Нужно наполнить на две трети этот стакан. Этой прекрасной водой. Две трети. Угу, хорошо. Теперь берем. Да, великолепно. Теперь берем хлорид кальция. Берем ложку и добавляем одну ложку хлорида кальция внутрь нашего стаканчика и хорошенько размешиваем. Да. Угу. Можно еще немножко. Уже все. Тогда прям хорошенько размешать, чтобы полностью весь наш хлорид кальция растворился. Угу. Так, скажите, это похоже на полимерных червяков? Нет. Нет, пока что это просто раствор хлорида кальция. Теперь я взял заранее подготовленный 2% раствор альгината натрия. Выбирай цвет. Синий или... Розовый нет. Розовый нет. Эх, зеленый. Так, друзья, давайте я для начала продемонстрирую, какую консистенцию имеет этот... Что? Какой же он? О! Такой жидкий, верно? Он как гель или как... Как ферри. Ну, в общем, да. Что-то такое непонятное. Угу. Ну что же. А теперь давайте посмотрим, что же произойдет, если добавить немного этого геля внутрь нашего раствора. Проведем. Червики будут добавлять. Давайте посмотрим. Итак, внимание. Добавляю. Так, считаем до трех. Один, два, три. И внимание. Вот. Посмотрите, вокруг нашего геля из альгината натрия образовалась пленка. Как вы думаете, а что находится внутри нашего червяка? Тот же самый гель. И если его порвать, то этот гель будет из него вытекать. Ну, давайте подумаем, потому что интересно каждый эксперимент дополнить каким-то условием. А что произойдет, если оставить этого червяка? Что с ним будет потом? Да, он будет высыхать. Постепенно вся жидкость из него испарится. Он превратится в такую тоненькую ниточку. Так, ну что, это был зеленый. Держи зеленый. Давай приготовим еще... Да, он очень прекрасный. Мне очень нравится. Приготовим еще синий. Хотя он такой будет нежный синий, практически голубой. Итак. Вот, прекрасный. Да, нужно обязательно ждать до трех, чтобы успела сформироваться оболочка. Вот. Так, ну что, вам какой нравится больше, синий или зеленый? Розовый. Так, давайте. Кто за зеленого? Кто за синего? О, прекрасно. Я вас, друзья, не ошибся. Ну что же, поаплодируем нашим полимерным червякам. И, конечно же, помощнику держи. Это тебе сувенир. Да. Угу, хорошо. Но внутри этого цилиндра абсолютно ничего нет. Как вы думаете, что это? И для чего это устройство? Вакуумное давление. Друзья, все проще. Сначала расскажу смешную, забавную историю. Все дело в том, что некоторые называют это устройство будильник для мамы. Для мамы? Как вы думаете, почему? А давайте представим себе, что ваша мама спит. Ну, или папа. И сейчас попрошу тишины. Вы аккуратно на цыпочках подходите к маме и... Да, и мама радостно... Просыпается. Вопрос. Почему этот маленький цилиндр издает такой довольно громкий звук? Что происходит? Как это называется явление? Резонанс. Резонанс, конечно. Резонатор. Почему же так происходит? У нас есть пружина, она металлическая. Она начинает колебаться. Мембрана. Эти колебания передаются чему? Мембране. Мембране, конечно. Мембране, как у барабана. Кстати, более того, это устройство не игрушка. Это профессиональный музыкальный инструмент. Называется он труба грома. Используется, ну, как такой интересный элемент. Они бывают разного размера. Это маленькое, бывает такого размера, бывает не такая. Самые-самые разные. Называется Thunder Tube. То есть труба грома. Ну, и, конечно же, внутри нашего цилиндра звук усиливается. Так называемое явление резонанса. Но при помощи него еще можно прекрасно действовать на нервы. Здесь самое главное действовать не грубо и решительно, а долго, медленно и немножко так вот занудно. Представьте себе, кто-то читает, очень сосредоточен. Вы садитесь рядом, ничего не говорите. Просто берете и, главное, долго. Чувствуете? Действует на нервы? Нет? Или у вас иммунитет? Ну, хорошо. Кому-то даже нравится. Здорово. Будет мыльная пена, наполненная углекислым газом. Как же мы это будем делать? Берем контейнер и наполним наполовину водой. Прекрасно. Вот сюда. Теперь берем жидкое мыло и где-то половину флакона внутрь нашего контейнера. Да, прекрасно. И теперь, конечно же, хорошенько перемешаем. Скажи, пожалуйста, это похоже на множество мыльных пузырей, на прекраснейшую мыльную пену, да еще наполненную углекислым газом. Нет, не похоже. Друзья, что нужно сейчас сделать, чтобы насытить этот мыльный раствор углекислым газом? Сухой лед. Сухой лед, конечно. Поскольку температура сухого льда минус 79 градусов, прошу, надеваем перчатки. И сейчас задача будет добавить, ну, где-то горсть сухого льда внутрь нашего контейнера. И посмотрим, что же произойдет. Прекрасно. Все, можно снять. Можно снять эти перчатки. Да, посмотрите. Что получается? Возникает мыльная пена. Можно теперь потрогать рукой сверху, прям потрогать. Да, а внутри эти мыльные пузыри, они насыщены углекислым газом. Получается такой вот интересный процесс. Давайте поаплодируем моей помощнице. Спасибо большое. Так, сейчас, ну вот, кого успею, кто здесь находится, можно потрогать эти пузыри. Это всегда приятное просто ощущение. Посмотрите, мыльная пена, мыльные пузыри, наполненные углекислым газом. Заодно помоете руки, и они прекрасно пахнут, поскольку наше жидкое мыло, оно не простое, а яблочное. Потрогайте. Потрогайте, конечно. Вот. Смотрите, какие приятные. Что произойдет? Что-то красивое и безопасное. Ну, конечно же, возникнет много вот этого красивого дыма, красивого пара. Сейчас я возьму, наполню наш контейнер с сухим льдом. Вы пока можете взять свои телефоны, приготовиться, сделать фотографию. Ну что, друзья, вы готовы? Итак, считаем до трех. Один, два, три. Вот она, прекрасная, великолепная дымовуха. Да, ну и, конечно же, поскольку тяжелее, чем воздух, опускается и красиво растекается. Так, а теперь, друзья, я вас просто не могу отпустить без совместной фотографии. Готовы? Давайте на счет три скажем «Наука – это здорово». Готовы? Три, четыре. «Наука – это здорово». Ну что же, дорогие друзья, вам понравились эксперименты? Да. Спасибо вам большое за активное участие и до встречи в зале. Пока-пока. Благодарим за эксперименты. После проведения экспериментов нам подарили памятные подарки, сертификаты, а также денежные премии. Шоу профессора продолжилось на сцене. А еще мы успели побывать на выставке интерактивного оборудования и в музыкальном зале. Продолжение этой поездки будет скоро на канале. Ну а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. С вами был Супергерчик и всем гудбай! Субтитры сделал DimaTorzok